Всем привет, друзья! Думаю, что у всех в жизни бывали такие моменты, когда случайно вы теряли свои важные данные на телефоне. Удаляли с помощью какой-то программы, или ваша флешка выходила из строя, или телефон сильно глючил, и приходилось делать полный сброс настроек до заводских. Соответственно, вы удаляли подчистую всю информацию на телефоне и оставались абсолютно без ничего. Кстати, я недавно делал на свой телефон полный жесткий сброс до заводских настроек. В описании под видео будет ссылка, можете посмотреть, как это сделать. И сегодня мы будем восстанавливать утерянные или случайно удаленные фотографии на вашем телефоне на базе Android. Как раз-таки после абсолютно полной очистки телефона, после очень жесткой системной очистки, делаю сейчас это видео. По проверенному, очень простому способу. И посмотрим сегодня, сколько фотографий мы сможем восстановить без каких-либо дополнительных сложных действий. Для начала я зайду в свою галерею, чтобы показать, что в памяти телефона у меня ничего нет. Флешка у меня не установлена. И сама галерея показывает абсолютно любые картинки, фото и видео, которые находятся вообще по всему телефону. Неважно, в какой бы они ни были папке. И мы видим, что у меня здесь одно видео, недавно снимал ролик и пару фотографий. Перейдем в альбомы. Здесь в разделе все фото, наши две фотки и видео. Камера тоже показывает три файла. Это те же две фото и видео. Вот наше видео в отдельной категории, одна штука. Дальше другие альбомы, ноль файлов. Записи экранов, ноль файлов. Другие альбомы, общие, тоже ноль файлов. И корзина тоже пустая. Дальше подчистую. В ней сохраняются ваши недавно удаленные фотографии. До 30 дней. Но тут у каждого по-разному. У кого-то такой функции нет по умолчанию. Но так как я делал полный сброс с заводским настройком, то она у меня тоже абсолютно пустая. Так, мы убедились, что телефон практически пустой. Пару фоток всего и одно видео. Теперь приступим к дальнейшему действию. Нам нужно воспользоваться нашим плеймаркетом. Заходим в него. И прописываем два слова. DiskDigger. И нам находит программу DiskDigger Photo Recovery. Название на английском. Вы, в принципе, если и находите по русскоязычному вводу, то можете поставить на паузу. И полностью переписать и ввести название, так как оно пишется на английском. Эта программа у нас бесплатная. Есть и Pro-версия. Она платная. И восстанавливает чуть больше файлов, чем эта. Но мы пока протестируем эту. Чтобы у нас получилось без затрат. Нажимаем установить и ждем, пока она у нас скачается и установится на телефон. Ссылку на программу не оставляю, чтобы вы не подумали, что это просто реклама очередной бесполезной программы. Я перепробовал очень много программ и просто скажу, что эта программа на самом деле работает. И очень много положительных отзывов. Потому показываю через нее. Итак, наша программа уже установилась. Выходим и ищем ее на нашем рабочем столе. Вот она, запускаем ее. Перед нами вот такое меню. В первую очередь, что нужно сделать, это подтвердить лицензионные соглашения. Находится оно в самом низу, здесь с мелким шрифтом. Нажимаем на эту строчку. И нажимаем согласен. Кому интересно, есть время, можете перевести и почитать, о чем там ведется речь. Так, здесь есть очень классная функция, полное сканирование телефона. Скажем так, более глубокая и восстанавливает практически все, что у вас было. Но требует root-права. Права суперпользователя. Тут можете почитать, что такое root-права. И кто хочет себе установить их, то оставлю ссылку внизу под этим видео. Установка root-прав на Android. Также здесь есть функция освободить память на телефоне. Это нам не нужно. Но вы должны понимать, что если у вас было утеряно много фото, то у вас перед восстановлением должно быть свободное место, куда восстанавливать. Так что перед проделыванием освободите себе место на смартфоне. Дальше нажимаем начать простой поиск изображений. Высвечивается на экране надпись «Разрешить приложению DiskDigger доступ к фото мультимедиа и файлам на устройстве». Нажимаем «Разрешить». И у нас идет сканирование телефона и мгновенно появляются фотографии, которые можно восстановить без проблем, даже в бесплатной версии. Как мы видим, нашло довольно много фотографий, хотя у меня было не так уж много. Около 200 фоток до этого. Сейчас нашло около 400 фоток. Здесь, походу, и очень старые фотографии, которые были удалены очень давно. Все фотки я показывать не буду, потому что это личные. Но вы сами видите, что нашло очень много файлов. Давайте восстановим для примера пару фотографий. Вот, например, фотография системного блока внутри. Реально фотография трехлетней давности. И вот еще одна. Выбираем просто их, чтобы на них была галочка, и нажимаем «Восстановление». Дальше нам предлагают варианты, куда восстановить данные файлы. Три варианта сохранения. Рекомендуется сохранить файлы на приложении вашего устройства, таком как электронная почта, Dropbox или Google Drive и так далее. Это мне не очень подходит. Сохранить файлы в другую папку на вашем устройстве. Вам нужно будет найти файлы самостоятельно после сохранения на телефон. Это как раз мне подходит. И третье. Загрузить файлы через FTP. Нажимаем на вариант посередине. Дальше выбираем папку, куда будем сохранять наши фотки. Например, DCIM. Камера. Нажимаем «Открыть доступ к папке камера». Нажимаем «Разрешить». Дальше нам предлагают установить более расширенную платную версию PRO. Нажимаете «Нет, спасибо». И как вы видели, внизу была надпись, что было успешно восстановлено два файла. Теперь давайте зайдем в нашу галерею и посмотрим на наши файлы. И как мы видим, вот восстановились те две фотки, которые мы выбирали. Качества, в принципе, нормальные. Не скажу, что прям на 100% как было, но реально хорошие. И это, в общем, лучше, чем оставаться вообще без ничего. Так что способ реально хороший. Кто хочет восстановить намного больше и качественнее, то вам нужны рут-права. Я бы, конечно, приобрел платную версию, если бы были деньги. Ну, решать, что делать только вам. Мне, в принципе, хватает и бесплатной программы. Хочу сказать, что старайтесь не терять свои фотографии и файлы. Лучше сохранять дополнительно на компьютере или отдельно на флешку или жесткий диск. Чтобы потом не ломать голову, как же все восстановить. Всем благ и всего хорошего. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Всем до новых встреч.